всем привет продолжаем играть властелин колец битва за радиоземье 2 с дополнением под знаменем короля чародея и с модификацией age of the rings нет прошу прощения the history of ages 1372 оговорочка ну так вот сегодня у нас фракция more но мордор погнали прошлый раз на обзоре был изенгард изенгард и мне понравился на удивление неплохо он выглядит так у нас есть две казармы моргульская казарма и урочая яма да но я всегда урочу яму предпочитал здесь все в принципе из изменений моргульские чары для оседлания крылатых тварей рез по героям вот единственно что палантир мне здесь не нравится вот это вот белое древо гондора в палантире но цену не люблю такие вот слишком громоздкие интерфейсы лошад и у ватха рэн джин дур ур мурат гаси тут прям у нас был отдельно проименованы и прям лорах прописан и король чародей прикольно но немного странно потому что ну кто будет это читать как будто бы в стратегии есть на это время здесь наверно опять у нас постройки начнем с год мага 1 2 3 4 5 6 7 8 0 все 9 назгулов в 1371 такого не было по моему он вроде бы только часть была назгулов кажется я могу ошибаться я не помню честно ножа и топора апгрейдим казарму значит тут у нас стандартные орки воины есть пикинеры за 150 лучники за 250 и черные орки довольно дорого за сотку за сотку орки обычно но у нас тут есть статуи которые по моему снижают стоимость мяса если я правильно помню стоимость всех орков окно год мог справиться надеюсь должен по идее подфармиться чтобы был предводитель для орков принципе пикинеры есть тут кстати все пять этих все 5 способности есть у год мага интересно глянуть что он там может опять же в 1371 я не помню чтобы такое было ребятки есть для вас работа кстати для обычных воинов орков стальное оружие тяжелые доспехи есть да ладно мясо грейдится ничего себе второй уровень получил кстати бот маг мужа лидерство вижу действует мы посмотрим и моргульскую казарму но как я уже сказал и таки больше я предпочитаю именно мясную казарму качайтесь качать ну отряд копейщиков орочек явно захлебывается потихоньку исправляются они надо посмотреть статую уменьшает стоимость я помню я просто много статуй ставил постепенно потому что потому что мне нужен был спам из казарм вот но казарм обычно я много ставлю за мордор тук 5 уже где-то видит собирай-ка кстати да у меня же эти есть ну надо еще казарму будем ставить статую она отпугивает поэтому не ставство то автокаст но с ресурсами как бы потихоньку уже становится неплохо все прокачать бы этот отряд до второго уровня уже давайте воровать у них так вот они орки посильнее ставим моргульскую казарму она изменилась внешне я уже это вижу по крайней мере текстурка она как будто перекрашена до лучников не трогай еще то многовато там роханцев бежим пока что подходим может быть отсюда закажу лучников моргульские лучники поинтереснее будут давайте на перехват так статуя да она дает стоимость пехоты скидка есть далее у нас клетка троллей ну чё там можете перебить вот там был куда эта дрянь это стрелы называется это называется стрелы 3 какая там пачка лучников на их под вырезать принявшие так здесь у нас стандартные орки воители кстати 184 322 копейщики моргульские лучники строители убили да чё страшно деньги есть могу себе позволить боевой клич первым грейдом 6 уровень получает годмак в принципе неплохо у меня уже лимит войск потому что тот лимит который выставил для мясной фракции это не очень хорошо значит роли у нас вот это очень странно у нас горный тролль и барабанщик со второго уровня боевой улучшенный то есть он как бы раньше открывается то есть он с первого уровня это странно вроде неплохо их отработали вот с мордором у меня все стабильно отбился проблем никаких нет а можно захвачу пожалуйста о то я забрал можно в принципе сразу туда выставить бы мясо шло пока две казармы я думаю хватит будет отпрыгивать вроде работает кстати да схема неплохая не со статуями саурона прикольно конечно они 700 стоит довольно дорого кстати интересная способность у масса ну и здесь у нас по стандарту есть осадки есть апгрейды здесь есть грунт который какого-то хрена бесплатный используется для разрушения ворот надо будет потестить великий зверь есть но это понятно мумак катапульты здесь со второго уровня сожалению для меня потому что я их обожаю здесь есть стены мордора ну что в принципе я считаю неплохо потому что это логично с чего бы мордор не мог строить стены неужели орки не могут ничего построить тут отряд прокачать как-то сделать о идеально добил двух орков и получили второй уровень вот это идеально получилось у само собой на этих стенах есть всякого рода пристройки и стены визуально выглядят как в долгул дуре в оригинальном можно получать казармы пока ну как бы производство остановлено стальное оружие я даже не буду апгрейды здесь брать я ну не вижу особо в них смысла вот только знаменосца можно взять но и как бы мордор не про то ну по крайней мере лично для меня будем делать смотреть на них просто на самом деле надо сюда прогуляться речь что у нас тут они таран просто несут ран само собой не доедет лучники неплохо в этой орде смотрятся не хоть какой-то урон вносит да в принципе и ворки ближненькие нормально вносит урон играть там через черных орков через грейды я смысла не вижу но вы добить не можете там серьезно пошло резко нападение на строители убили ничего страшного не устрою еще с этим болваном решили на лесорубов поохотиться о да это умно у таран тут кстати нормально зашел уничтожал мне статуи блин не дайте снести бойню но убивайте да урочу яму ты мне снесешь конечно убейте вану принципе можно просто вышку поставить и не париться идем дальше крепить пикинеров посмотрим моргуль ских типа получше они пытаются и правда бойню снести стрелами заняться нечем больше они убивают мне сразу до дожди тогда мы отменим кстати стоимость терков работников тоже снижается ну с троллями прям очень тяжко конечно куда чё такое интересно то баф а потом я подробно разберу его он нафиг идете лесопилка продолжает работать в штатном режиме но здесь ворота будем построить открыть их потому что тут лазают всякие десятку принципе производства конкретном со еще и на крепость вроде действий на производство довольно интересно надо идти просто так сделать да сейчас тоже вам позволит то до моргуль ских лучников захватывайте тут кстати у меня не захватывают на удивление так а что по анимации ворот помн к и было но косяк анимации конечно он так прерывается построй ты блин где где я готов вести армию с просто бафу толпой она выносит вперед ногами этих крестьян слишком уж крестьяне мешаете ну довольно перевозвращаем да там пикинеры так что приятного заезда так сказать до пикинеров кстати моргуль ских вот они у них ешь есть вернее ешь и какой-то строй они они очень медленно двигаются еще у них озвучка урухаев так ну там разберутся надеюсь гамлингом нормальное место чуть начинаешь так вот они лучники у них только стрелы апгрейдится то есть они очень живучие типа кольцо у них звучит как проблема но на самом деле решаемая проблема он 10 уровня даже есть терки если они там этих элвин раскидают ладно можно в принципе поапгрейдить чтобы каждый раз особо не заморачиваться но хотя меня больше кольцевик смущает если честно скорость здесь будет уже допускай так что моргуль ских можно под улучшить стрелы что там дело куда они вообще лезут никого не лезут на нижнюю вышку мне все равно плевать тут заколят я надеюсь десятого уровня отряд должны справиться по апгрейдам у нас все как и было в принципе раньше нужно больше статуи кстати да может вообще крепость поставить еще одну для защиты рубежа так 3 уровня клетка надо этих посмотреть великих зверей но они хороши а можете их убить не перебьют отряд да да убили отряд вы там кстати в комментариях писали про урукхаев то что если знаменосца проапгрейдить типа отряда начинают лечиться я этого не знал здесь так работает я такого не помню в 1-3-7-1 по-моему такого не было точно не знаю с орками будет с обычными работать наверное нет кажется это было бы слишком да нормально все ничего не там не захватит ты под контролем год мог ты как там нормально мне надо бы еще назгулов блин ну это куча денег они все очень дорогие они все почему-то по четыре с половиной тысячи стоит это же охренеть мордора чертовски дорогие герои не знаю возможно это спорное решение потому что надо все-таки балансировать героев делать послабее здесь кстати боеприпасы не огненные да изначально типа баланс но есть режим метания костей поэтому ну типа окей ладно могу понять эту тему потому что катапульты и так слишком имбовые в том же age of the rings там кости вообще метаются как обилка то есть один раз прожал и все и потом еще через какое-то время можно будет но вот так вот спамить ей не получится вот а в оригинале это прям целый режим очень хороший режим я помню делал на всяких картах всякие интересные заслоны в плане того что ставил получается две катапульты бывает там кольцевик что ли вылет а нет подождите не вылет это просто свернулась чертов кольцевик не готов вести армию нас нет армии дурень кольцевик справимся нас гулы там прибыли как раз вовремя нас гулы вовремя ставим еще и думаю крепость улучшенная стоит не зря кстати она здесь год мог не уйдет да все страшно мы его вернем так пятнашку может быть ведь она поможет о как тут он со статуями нас голов порешали просто бегать себе тролль блин у него кстати тяжелые доспехи еще и оружие г на удачи блин то минус нас гул еще но по крайней мере он сдохнет давай тролль будет повышение тебе какое кольцо врагов заберите заберите зао да ладно они унесут его еще 6 то есть мне еще раз придется но по тысяче по тысяче меня уже устраивает за нас голов давай я объявляю спам время спама внесли они мне эту тему ничего страшно ладно в следующий раз я буду готов я заберу обязательно на строль вот это мне тоже не нравится не могу сразу спешивать командира сразу же я бы предпочел сразу его спешить типа вам уже дальше делать перезаряжать 100 мобилки и т.д. и т.п. таран еще пришел так то пульты или я бы взял пригодится окна сгулов надо подкачивать control 1 он тут он роханская тема тролли метатель он в шлеме выглядит ну вот с троллями конечно прикольно тролли сделаны круто ну и здоровые они в принципе какими и должны быть ну и как он такое блин ими трибушетами нет назгулы вы продолжаете просто посланец отойдет так еще двух назгулов заказываю да да по своим элитные лучники в них лезут шутка опять он на мне его нечем убивать мне его буквально нечем убивать попробуем закинуть какой линдил блин вот он шарик ну неплохо залетела неплохо залетела да снесите блин и мне нужен король чародей беги баран ты должен выжить как хочешь выживай так зал кому можно дать ну неплохо неплохо вот я даже не знаю такую сделать и хрен с ней с постройкой нужно кольцо срочно забрать но тут кольцевик саурон это я помню здесь саурон кольцевик в принципе как и должно быть я думаю ни у кого вопросов не возникнет можно пару дверей сделать они там будут заниматься постройками закидываем производство нужно еще урочи яма больше урочих ям я люблю чтобы все было в ямах так так ну он фуловый у него наверняка еще скеллет катились все что убивает иду 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 так так будем отыгивать врагов то так пусть приступает к производству мяса ох ох ни хрена себе ты кто такой воин охренеть просто что вообще посмотрите на эту громадину я понимаю что великий зверь горгород он он не настолько же великий охренеть он здоровый 6 кольцо заберите алё забрать 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 кольцо не дать им вообще ничего сделать быстро отлично все дело сделано хрен вы у меня теперь его заберете всем устрою тут звери апокалипсис но дочка как у мумаков конечно кое два орка несчастных кольцо они сейчас подерутся за него несите быстрее жесть так надо тут я считаю немножко проехаться до смотри он толкает просто эту это пульты но задолбали что вам надо от моей крепости если как воскрешу назгулов у нас в принципе все у нас полный пак войск кольцо в крепости призвать саурон десять тысяч да что я сейчас и сделаю сразу король чародей подождет ну кстати великий зверь он очень девять тысяч не ну это имба это слишком имба он не должен быть таким вперед кстати тут он кольцо людей вместо стойки у нас голов внезапно раздавили всех на хрен ну да уж мэри тебе поможет так мне нужен ованпост здесь тупика чуть чуть новый зверь убегай где твои войска мысли ресурсы его хватает а это я уже к че пытаюсь да ладно вот эту тему кинуть дебаф давайте давайте огненными стрелами урабатывайте их так статуи есть они кстати суммируются интересно по идее до минус 40 процентов то есть они суммируются со статуями построенными к должному блин да чего таки наглая смотри прут и прут рухан ты чё неплохо так казарма горит это меркер бронда долога и король чародей всех нас булав героев я нанял здесь мы ставим на апгрейд тут стандартная башенка стрелков типа то могли бы сделать стадель полноценную или как в первой части было то есть кости там знамя саурона стояла среди костей кто-то в этом духе так я думаю мне здесь две казармы хватит в принципе знаете что мне есть или нет лучников если два зверя я не знаю что они будут с этим делать а сглубит но это ерунда все ерунда о чёрта блин нет путь вот пытаются здесь сети но до удачи о у сгод мог еще страшного скоро саурон придет Вот тогда и начнется веселье Вообще надо здесь их призывать Быстрее будет Кто там хочет Ловить Призывной герой халдер Ой как хорошо Ой как хорошо Шарик то зашел Просто мое почтение Открываем производство орков Мне еще надо Я хотел моргульцев посадить Вот этих вот Моргульских лучников хотя бы в одну башню здесь Чтобы они прикрывали Эту тему Здесь тут прям туша лежит У зверя Хватит вилять Все равно на тебя заюзают эту тему Это я так понимаю Кстати изображение короля чародей взято Из Властелин колец онлайн Ну и Саурон Сейчас орки такое лидерство получат Насколько я помню Да там вообще там забей лидерство Там мясо перестает быть мясом По сути Становится полноценными юнитами Скажем так За свою то цену Со скидкой 40% Не хватает немножко очков командования Ну то ладно Вопрос сейчас решится Бронян давай тебе молот дадим У него кстати есть еще укоротитель троллей То есть он может захватывать вражеских троллей Так вот Взяли казарму Мне сломали Практически Он же говнюки Сразу вижу Саурон Посмотрите какая скорость Ударов у него Это имба Нельзя было такую Скорость ему делать Ну типа Он и ходит даже быстро Как-то очень шустро Но опять же такое себе Это то же самое что и с гигантами Которые очень больно бьют Но при этом Несбалансированный в плане скорости атаки Вот он просто спамит и все То есть мне даже не надо Можно вообще вот так делать В два раза быстрее стану Ну это стандартная тема Но это слишком мне кажется Ну в таверне у нас стандартно Все те же самые юниты По сути микс их с двух казаром нанимается Да кстати взял пассивку Вот эту за 15 И теперь все назгулы Могут типа садиться На крылатую тварь Все без отключения Я так понял Да Ну и тут у них Свои пассивки И он быстро летает Прикольно Так давайте посмотрим героев В общем то А ладно Саурон на потом Начнем пожалуй с Готмага Он может Ну верхом на варге гонять В принципе понятно Дальше у него пассивка Железный кулак На втором уровне Орки получают Нечувствительность К страху На шестом уровне Все тролли Великие звери Горгорода Получают 25% Урона Брони И скорость На 25% Повышают И двойной опыт И иммунитет От страху Ужасу дает Такая вот Жесткая билка Далее Нистовство Плюс 100% К урону И 50% К брони Для самого Готмага Далее Торжество орка Орки находящиеся Рядом с Готмагом Наносят на 50% Больше урона И получат 50% Брони Пассивка То есть для орков И для великих зверей Тролли у него Пассивка И призыв к осаде Никакого урона От лучников И героев лучников Иммунитет От сбивания конницы Бонус к урону Плюс 15% Бонусы даются на 15 секунд И действуют только На орков Мордора То есть такой вот баф Типа Вот кидается И все Их не стрелами Не взять Вообще ничем Абсолютно В общем Ох нифига себе Кстати Гронт Гронт сделался Охренеть А че он такой Шустрый Опять же Так не должно быть Хотя бы не давит Жесть тут Сколько конницы Интересно А его вообще Смогут остановить Там сломать Он бесплатный Я напоминаю У него здоровье 10 тысяч Я не уверен Что это Балансно Типа Но Учитывая То что он Бесплатный Еще и с такой Скоростью Катается Еще не проехать Через войска Походу Никак не проехать Блин Я хотел По постройкам Посмотреть Что вообще Стоить будет Так С Готмагом В принципе Разобрались Далее У нас Глашатый Идет Он умеет Тоже верхом Ездить У него Есть Раздор Ну как В оригинале Снижение Вражеской Брони Наносимо Врагами Урона То есть Такой Типа Дебаф Что тут Забыл Жди Свою очередь Скидается В большом Радиусе Вот Далее Вражда Есть То есть Все отряды В выбранной Зоне Атакуют Друг друга Неприятная Тема Есть О козла Луч Света Домажащий Довольно Нефиговый На девятом Уровне У него Раскат Грома Сейчас Я постараюсь Его докачать А нет Тут даже На десятом Уровне Открывается Написано Девятом Ошибочка Ну Бывает Значит Сейчас Наберу Десятый Так Давайте Посмотрим Ну Допустим На лучниках Как это Выглядит А Ну Это Обилка Гэндальфа Меч Молнии Он Зеленый Почему-то Ладно Ну Такой Посланец Саурона Далее Мы Посмотрим Просто Назбулов Потому что Они все В принципе Они все Одинаковые У Ватха То есть У него Есть Устрашение Снижение Вражеской Брони Наносимого Урона Врагами То есть Дебаф Моргульский Клинок Урон От яда И когда Цель умирает Становится Призраком И Виск Получается Плюс Может Конным Быть Либо На крылатой Твари Вот А Билок Здесь Никаких Других Нет Новых Вот Если Стать Крылатой Тварью То Появляется Темный Следопыт Еще Увлечит Радиус Обзора Позволяет Видеть Скрытый Вражеский Единиц Все Ну и Виск Доступен И Это Очень Печально То есть Назгулы Все Одинаковые И Стоит Четыре с Полной Тысячи Это Непомерно Много Для Таких Слабых И Хрупких Героев Ну Вот Ухамела Смотрю Кольцо Людей Есть Сжигает Целевых Врагов Хамела Надо Протестить Будет Смотреть Что он Сможет Джейн Дур Тоже Без Изменений Ну Король Чародей Понятное Дело Отличается У него Тут У него Обилки Опять же По-моему Те же Самые Которые У него В Оригинале Надо Посмотреть Убедиться Мы в этом Прям Уверен Интересный Факт Кстати Против Мэри Десятого Уровня Назгулу Тяжело И Это Герой За Четыре С Повиной Тысячи Да Бывает Кстати Очень Быстро Бегает Довольно Таки Назгул Ну Нормально Так Еще Кстати У нас Гула Дендродвар Есть Тоже На Десятом Уровне Обилка Интересно Дендровар Плюс Кхамул Получается И Все Да Другие Назгулы Самые Обычные Так Давайте Посмотрим Что из себя Представляет Кхамул Кстати Картинка Изменилась На Десятом Уровне А Ну Сжигание Это По-моему То же Самое Кхамул Есть В виде Кольцевика У Фракции Люди Востока Ну По-крайней Мере В 1.3.7.1 Так Было Патчи Посмотрим Как Тут Ну И Осталось Еще Вот Этого Дендровара Качнуть Посмотреть Что Может Он Мне Кажется То же Самое Что Типа Массового Сжигания Наверное Посмотрим Еще Кстати Заметил Такую Глупость Что Назгулы Боятся Черепов Которые Бросают Катапульты Ладно Орки Боятся Хотя Опять же Это Глупо Не должны Собственные Войска Этого Боятся И тролли Боятся И все Боятся Если Возле Них Попадает Бред Но Назгулы Это Тем Более Это Вообще Не Должно Быть Они Призраки Они Нежить Они Вообще Ничего Не Должны Бояться Тем Более Останков Каких То Врагов Так Есть Десятый Уровень Посмотрим Что за Могущественная Магия Только Надо На Отряде Каком Нибудь Хватит Ну О Как Ветерок Ветерок Смерти Ну В принципе У нас По Назгулам Все Единственное Что Надо Разобраться Еще С Королем Чародеем Осталось Давайте Посмотрим Он Может Летать На Крылатой Твари Конь У него Есть Миссинг Контрол Бар Вич Кинг Дред Висач Спел Ультра Мега Дебаф Который Заставляет Очко Врага Сжиматься В ужасе Далее Форма Призрака На седьмом уровне Принимает форму Призрака Э Туда Залез Дурачок Становится Никому Невидимым Невидимым Понял И полностью Восстанавливает Свои Способности В этой форме Он не может Атаковать Зато может Передвигаться Ну Чисто Форма Когда Его Фродо Увидел На кольцо Надел Жаль Что Портрет Не Меняется И далее У него Есть Власть Короля Чародея Время Установления Способности Вражеского Героя Максимально Увеличивается Ну Это И было И Час Короля Чародея На 10 Уровне Владыка Поднимает Меч Закаляет Его В огне Он Вызывает Ударную Волну Которая Сжигает Всех Врагов Его Меч Наносит Огромный Ущерб И атака Героя Становится Быстрее Ну Типа Быстрее Начинает Бить У него Получается Ну Короче Как You Shall Not Pass Только Огненная Волна Идет По Моему Так Просто Его Довольно Долго Качать Он Тяжело Качается Ну И Давайте Посмотрим На Последнего Героя Фракции Мордора Это Саурон 23000 Здоровья У него Кстати То Весьма Недурно Значит У него Первая Белка Вызывает Ужас У Находящихся Рядом Врагов То Есть Обычный Испуг По Сути Внешне Он Должен Как И В Оригинале Работать Наверное См Проверю То Есть Волна Красная От него Исходит Верно Ну Да Дали У него Исцеление Лечит Себе И Ближайшие Войска Просто Хилка Ко Мне Интересно Мне Плевать Вот Автомобиля Ветерок Прикольный Так А он даже Катапульту Подхилил О как То есть Саурон У нас Еще и Инженер Который Может Ремонтировать Механизмы Бывает Далее Лидерство Темный Лорд Ближайшим Войскам Плюс 100% К броне 50% К скорости Передвижения 150% К наносимому Урону И 200% К скорости Набора Опыта Так Далее Сила Кольца Мощную Волну Магии Вокруг Саурона Создает Давайте Посмотрим Насколько Эта Волна Магии Насколько Она Мощная А Ну Это Е Шел Нот Пасс Понятно В принципе Понятно И Огненный Град Ну По сути Как 25 То же Самое Это И В оригинале Было У него Минус 2 От Стаделя Хотя Башенка Была Короче Мощный Выстрел Взрыв Всего Вообще В принципе Понятно Ну Такие Вот У нас Герои В Мордоре Так Ну И Давайте Пройдемся По Способностям Пятерки Ока Саура На 50% Урона И брони Баф Вот Призывается Ока На местность И Можно Управлять Стандартная Тема И Боевой Клич То же Самое Вот А ну Тут Еще Двойной Набор Опыта По Докам Вот Эффект Не Накапливается Но Получается Вместе С соком Накапливается Потому что Это Немножко Разные Темы Далее Во втором Тере У нас Укротитель Зверей То есть Забираем Логово Вот Правда Это Аж 15 очков Надо Вначале Набрать Это Непростая Довольно Задача Быстро Не получится Забрать Оскверненная Земля Производство 300% Ресурсов Земля У нас Дает Броню И Урон 50% Производство Понятно Далее Пятнашки Башня Стрелков Понятно То есть Это У нас Вот Эти Вот Бесконечно Форпосты Можно Строить Которые Потом Будут Роханские Лучники Обстреливать Залп Стрел Власть Тьмы И Пассивка Которая Которая Дерьмища Она Просто Дает Возможность Нас Гулом Летать И Все Как бы Это За 15 Очков Ну Это Хренотень Очевидно Власть Тьмы Понятно Отменяет Погодные Эффекты Ну И Получается Обстрел В КД Обстрел Хорошо Дамажит Залп И Юнитов И Постройки Дамажит И При этом Оставляет Еще Огонь Который После Этого Продолжает Наносить Урон 25 У нас Балрак Огненный Дождь И Обстрел В Случае С Огненным Дождем Давайте Посмотрим Он Мощный Почему-то Зеленый Он Очень Мощный Да Обстрел Тоже Мощный А Даже Минус Крепость То есть Хотя Я даже В ней Не бил Но Ее Снесло Забавно То есть За Две Белки Вы Полностью Можете Базу Врага Уничтожить Ничего От нее Не Оставить В конце Просто Взять И Балрагом Добить Балрага Все Способности Стандартные Тут Не знаю За две Белки Уничтожить Весь Базу Ну такое Блин Балрагу Как будто бы Насыщенности Не хватает А тут Даже А тут Вообще Ничего Не осталось Вообще Ничего Просто Пустыня Балрагу Даже Нечего Бить Крестьяна Не знаю Пятки Им Поджечь Если Он Успеет Успел Ты смотри Поджег Пятки Воспламенение У нее еще Рабочий Уцелел Как это Вообще Произошло Ну Крик Пугающий Врагов Понятно И Кнут Ну В общем Целом Такая Вот У нас Фракция Мордор Получается На этом У меня В принципе Все Всем Спасибо За просмотр До встречи